Здравствуйте! Это «Наше здоровье». Я Виктория Комиссарова. Лечебные учреждения Края постепенно возобновляют прием пациентов и приступают к выполнению плановых операций. В связи с этим все больницы, в особенности хирургические отделения, должны быть обеспечены донорской кровью, иначе они просто не смогут работать. Стратегический запас компонентов крови у нас есть, но сейчас тот момент, когда его необходимо восполнить. Служба крови приглашает доноров всех групп, особенно с отрицательным резусом и редкими фенотипами. Подробнее об этом сегодня в выпуске. В Краевая потихонечку возвращается кардиоцентр, потихонечку возвращается к своим изначальным задачам первоначально. Они были закрыты под ковидные инфекционные отделения. Крупные медучреждения переходят на обычный режим работы. В связи с этим назрела необходимость пополнить хранилища Краевого центра крови. А это вот они пришли за кровью. Как забирают компоненты крови, как очищают и хранят, как стать донором и какие преимущества это дает. Вдумайтесь, одна кроводача позволяет оказать помощь трем взрослым пациентам. Конечно, врачам дорога каждая капля качественной крови. А редкие фенотипы и резус отрицательная кровь вообще на вес золота. Практически никогда ни одной группы с отрицательным резусом не бывает избытка. Она всегда у нас в легком дефиците. Мы всегда доноров ждем с этой группой. Сейчас, когда медучреждения начали входить в обычный режим работы, когда намечаются плановые операции, кровь нужна острее, чем раньше. С выездными донорскими акциями сейчас мы просели. У нас очень активно ездила выездная бригада. И очень многие учреждения нас перестали принимать. А выездная заготовка цельной крови – это достаточно большой объем. Порядка 30% цельной крови мы готовим в условиях выезда. Поэтому, да, вот это звено, конечно, немножечко просело. Поэтому мы надеемся, что городские доноры наши придут к нам пополнить запасы. Донором может стать здоровый человек не моложе 18 лет, с весом не менее 50 килограммов и без хронических заболеваний. Филиалы краевого центра крови находятся в Красноярске, Норильске, Каннске, Ачинске, Лесосибирске и Минусинске. Как и в любом медучреждении, прием начинается с регистратуры. 92, 72, 85, 98. Это в течение недели, да, прошлой? А сейчас сколько на сегодняшний час? На сегодняшний час 46. Потенциальному донору выдают анкету, заполнять которую нужно предельно честно. Даже если вопрос выглядит формальным, отвечайте на него со всей ответственностью. Например, это касается приема медикаментов. Есть ряд препаратов, прием которых необходимо прекратить за 2-3 дня до предполагаемой донации. Ну, например, аспирин. Потому что он действует на свертывающую систему. И необходимо обязательно об этом сказать врачу, что накануне, дня 3-4 назад я принимал аспирин. Это все обязательно учитывается в дальнейшей тактике назначения донорских процедур. Если анкетирование проходит успешно, донор переходит к следующему этапу. Сдает клинический анализ крови, обследуется на наличие инфекционных заболеваний, проходит осмотр врача-трансфузиолога. Не посмотрите, сколько сейчас донора прошло. На этом оформление донора заканчивается, и он приступает к своим обязанностям. Идет сдавать кровь, но сначала обязательно завтракает. Стандартный объем забираемой крови 450 миллилитров. Процедура длится 20-40 минут. Донор сдает пакет крови, а взамен получает пакет с продуктовым набором и справку об освобождении от учебы или работы на два дня с сохранением заработной платы. Кроводача закончена. Донор идет домой, а кровь на очистку. Это фильтр, способный задерживать клетки. Сейчас вы видите, как, проходя через него, кровь очищается от лейкоцитов. Ничего, кроме вреда, они больному не принесут. Мы их убираем. 99,9% лейкоцитов остаются на лейкоцитарном кислоте. Дальше в итоге этой манипуляции у нас получается доза цельной крови, освобожденной от примесей лейкоцитов, которые мы в свою очередь уже потом будем делить на компоненты донорской крови, которые пойдут в стационар на переливание больному. Кровь в чистом виде не используют. Переливают только компоненты – плазму, эритроциты и тромбоциты. У этих составляющих разные сроки и способы хранения. Возьмем, к примеру, плазму. Вот где мы находимся, здесь минус 40 градусов. Тонны плазмы хранятся в этих помещениях. Заморозка – это не только стратегический запас, но и своеобразный карантин длиной в полгода. А вот концентрат тромбоцитов хранится совсем по-другому. Он должен храниться при температуре плюс 22 градуса при постоянном помешивании. Прежде чем направить готовый компонент к больному, его проводят через процедуру выбраковки. Вот у нас, видите, брак, видите, брак, не выдавать. Чистая продукция маркируется готовой этикеткой. Название идет, объем, режимы хранения, то, что она проверена, видите, проверены на маркеры гемотрансмиссивных инфекций, сроки годности, группа крови, резус-фактор и фенотип. То есть все, что необходимо по ГОСТу. Завершение этого этапа означает, что кровь внесена в банк Центра управления запасами крови. Отсюда компоненты забирают в медучреждение. Два пакета крови гематологического больного, отмытые, с подбором. Ежедневно выдается ровно столько крови, сколько запросили больницы. В среднем это около 70 литров плазмы, эритроцитов и тромбоцитов. Здесь написано фамилия больного, никакие пакеты подобраны. Вот видите, вот и вот. И вот они все написаны. Группа, резус, то есть, ну вот, паспортные данные. Для пациентов кровь бесплатная, однако у нее есть стоимость за литр от 8 до 80 тысяч рублей. Не в обиду медикам, работа медсестры на выдаче напоминает работу кассира в супермаркете. Представители медучреждений кладут кровь в сумку-холодильник и доставляют ее в больницу. В Краевой находится единственное в регионе отделение трансфузиологии. Заведующая Светлана Коршакевич проясняет нюансы, связанные с переливанием. Ведь именно для этой процедуры доноры издают кровь. Итак, компонент в больнице. Мы еще раз обязательно проверяем. Снова тест на установку группы крови как донора, так и рецепиента. И проба на их совместимость. Такая дотошность совсем не излишняя. Переливание крови приравнивают к операции. Это крайне серьезная процедура, потому что это считается пересадкой живой ткани. Трансплантация ткани. Когда пробы проведены и установлено, что с кровью все в порядке, ее оформляют и разогревают. Как этот пакет с плазмой, который несколько часов хранился в холодильнике. В течение 7 минут она подогревается. До температуры? До температуры 37 градусов. Таймер сработал. Плазма готова. Ее забирает медсестра из отделения, в котором лежит пациент. Сейчас мы идем в сочетанную травматологию. Прежде чем начать переливание, врач снова проводит пробу на совместимость. Теперь не в лаборатории, а у постели больного. Вводим 10 миллилитров. Затем прекращаем введение. После этого проверяем температуру, давление, частоту сердечных сокращений. Если пациент чувствует себя хорошо, еще раз вводим 10 миллилитров. Опять так же все проверяем самочувствие. И еще раз, то есть трехкратно проводим эту пробу. И после этого, если с человеком все прекрасно, значит, тогда уже полностью переливаем пакет. Бывает, организм рецепиента реагирует на первую же каплю чужой крови. К примеру, у человека начинается аллергия с отеком к венке. Никто не может гарантировать, что этого не произойдет. Несмотря на все проверки, возможно, фатальная биологическая несовместимость. Человека можно довести до шока. Шок в медицинском плане, да? Да. А это, поясните зрителям, что это значит? Это может быть потеря сознания, снижение частоты сердечных сокращений, снижение артериального давления. Если после троекратной пробы пациент чувствует себя хорошо, начинается переливание или, как говорят врачи, трансфузия. Кровь подается со скоростью 40-60 капель в минуту. Есть еще и струйный метод. Его применяют в экстренных ситуациях. В таких случаях кровь могут перелить и за 15 минут. Ну а стандартно на это уходит около часа. На мешке подписано, что конкретно для этого пациента компонент заготавливался. То есть какая группа крови, кто, какой стационар, какое отделение, все прописано. Бывает, подходящую кровь трудно подобрать. Ну вот, смотрите, у нас как раз здесь сложный пациент. Очень часто это люди с онкологическими заболеваниями крови. С диагнозами хронический лимфолейкоз, гемалитическая анемия, острый лейкоз, хронический лимфолейкоз, апластическая анемия. Все тяжелые гематологические диагнозы. Для таких больных проводится индивидуальный подбор компонентов крови. Это же касается других сложных пациентов и детей. Это непоточный процесс. Иногда для одного пациента бывает нужно взять до 10 пакетов, чтобы подобрать хотя бы один. Однако, какими бы специфическими ни были биологические особенности реципиента и каким бы сложным ни был процесс индивидуального подбора, он проводится. И в 99% случаев подобрать кровь все же удается. Это напрямую связано с наличием редких компонентов. Именно поэтому сейчас специалисты Центра Крови призывают доноров активизироваться. Мы ждем всех доноров 6 дней в неделю к себе. Эту субботу у нас будет стоять на территории мобильный комплекс. Приглашаем доноров присоединиться, прийти сдать кровь. Очень ждем доноров с редкими группами крови. Сейчас, когда все медучреждения страны повсеместно начинают выход из карантина, привлечение доноров – это общероссийская задача. Национальный фонд развития здравоохранения при поддержке фонда президентских грантов реализует социальный проект «Донорство крови в России». В социальных сетях провели донорскую викторину. Подарки получат и красноярцы. Вы стали победителем конкурса, в котором участвовали «Донорство крови России». И мы хотели бы вручить вам приз. Программу «Наше здоровье» также отблагодарили за сотрудничество, ведь мы неоднократно рассказывали о донорстве и управлении запасами крови. Спасибо вам. Спасибо за ваше дело и за фартук. Благодаря совместной работе даже в период пандемии к донорским акциям было привлечено более 1250 человек. Следовательно, благодаря донорам около 4000 пациентов получили компоненты крови, шанс на выздоровление и спасение жизни. Напомню, в субботу, 8 августа, на территории Красноярского центра крови номер один будет работать мобильный пункт заготовки крови. Сдавать кровь приедут даже игроки профессиональных спортивных клубов. Если вы хотите присоединиться и стать донором, но у вас есть вопросы, задавайте их по телефону регистратуры центра крови. Номер на экране. Это «Наше здоровье». На сегодня все. Следующую программу смотрите через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!